Продали автомобиль, получили в наследство квартиру от дальних родственников или сдали гараж в аренду соседу. В этих случаях собственнику необходимо подать налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ. Перечень доходов, облагаемых налогом, отражен в статье 228 Налогового кодекса. К этим доходам относятся доходы от сдачи любого имущества в наем, в аренду, доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, которое на момент продажи находилось в собственности налогоплательщика менее 5 лет. А также доходы, полученные от продажи объектов иного имущества, транспортные средства, например, которые на момент продажи находились в собственности налогоплательщика менее 3 лет. Налогом облагаются доходы, полученные в порядке дарения. Подарки от близких родственников в расчет не берутся. Доходы, полученные за пределами России или по договору гражданского правового характера, а также доходы по уступке прав в требования или от выигрыша в лотерею, указывать в декларации нужно. Наиболее удобный способ подачи сведений через личный кабинет налогоплательщика на сайте инспекции. Если нет от него пароля, вам его выдадут при личном обращении. Работает вариант отправки сведений по обычной почте. Если ни одно, ни другое вам не подходит, прямая дорога в налоговую инспекцию. Подавать сведения нужно вовремя, чтобы не платить пени. Срок представления налоговой декларации по форме 3НДФЛ за 2019 год, то есть за прошлый, не позднее 30 апреля 2020 года. А срок соответствующей уплаты, исчисленной суммы налога, не позднее 15 июля 2020 года. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, подают декларацию в электронном виде через интернет-сервисы. Тоже обязаны сделать частно практикующие адвокаты, нотариусы, главы крестьянско-фирменских хозяйств, а также арбитражно-управляющие. Теперь о страховых взносах. Выплачивать их придется даже в том случае, если предпринимательская деятельность не приносила доход, а размер выплат устанавливается ежегодно. Эти страховые взносы начисляются автоматически от даты открытия вас, как ИП, по дату закрытия и снятия с учета. Срок оплаты данных взносов – это не позднее 31 декабря текущего года. Обратите внимание, что сумма данных взносов начисляется законодателем автоматически в установленном фиксированном размере. В 2020 году размер страховых взносов на пенсионное страхование составляет 32 448 рублей, на обязательное медицинское страхование – 8 426. Столько должно платить индивидуальный предприниматель, у которого доход не превышает 300 тысяч рублей. Те, кто заработал больше, обязаны платить дополнительный взнос. Если ИП получил свой доход в сумме, превышающем 300 тысяч за данный календарный год, в этом случае с этой суммой превышения также начисляется дополнительно 1%. Это страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. То есть 1% от суммы разницы, которая превышает ваш доход в 300 тысяч. Уплатить взнос предпринимателя нужно до 1 июля следующего года. То есть, если доход получен в 2019 году, то срок оплаты дополнительного процента не позднее 1 июля 2020. Налоговые каникулы предоставляются индивидуальным предпринимателям по уходу за ребенком до полутора лет или на время прохождения военной службы по контракту, а также предпринимателям, ухаживающим за родственникам старше 80 лет. Для этого необходимо подать налоговое уведомление и приложить к нему подтверждающие документы. За непредоставление налоговой декларации предусмотрен штраф в размере от 5 до 30% от начисленной суммы налога, но не менее 1000 рублей.